Ровно 75 лет назад в подвале универмага Сталинграда был пленен командующий 6-й армией вермахта фельдмаршал Паулюс. Этот исторический момент реконструкторы воссоздают уже 12 лет. Как изменились постановки и какими малоизвестными фактами истории поделились сотрудники Музея память с нашей съемочной группой? Репортаж Евгению Петрухиной. Сегодня это коридор Музея памяти, а 75 лет назад место, где началась история Победы. Под покровом ночи, опасаясь попасть в плен, Паулюс выехал из станицы Голубинской под прикрытием танков и впоследствии скрылся в подвале бывшего универмага. Эту комнату, в которой фельдмаршал провел несколько суток, реконструкторы восстановили детально по единственной сохранившейся фотокарточке. Андрей Сандалов больше пяти лет играет Фридриха Паулюса и каждый раз в этой личности открывает для себя новую страницу. Из-за отсутствия питания Паулюс выглядел очень нервным, выглядел очень плохо. То есть он обладал немецкой педантичностью, то есть он два раза принимал ванну, брился и за это не очень-то любили коллеги. А потом ему пришлось отойти от этого, потому что были поставлены такие жесточайшие условия существования, что главная мысль, конечно, была выжить. Особая роль здесь у печки. Фельдмаршал практически не отходил от нее. В здании было очень холодно. Январь 43-го для немцев оказался суров на морозы, а теплую одежду войскам больше не поставляли. Еще одна деталь – баян в комнате. Фельдмаршал увлекался музыкальными инструментами, говорят реконструкторы. Но даже бытовая атмосфера не спасала Паулюса от неврозов. Он будто предчувствовал и то, чего боялся, случилось здесь, 31 января. Господин фельдмаршал, вы приняли войсками 64-й армии. Генерал фельдмаршал, вы были для труппы, которые 64-й армии прескнули. Фельдмаршал, кихманская армия Паулюс, стал срказом армии плен. Паулюс объясняется наломанным русском, сообщает, что утром получил звание фельдмаршала и даже формы у него новой нет. С осторожностью протягивает удостоверение начальнику штаба 64-й армии Ивану Ласкину. Эти 15-20 минут спасли жизни тысяч солдат. Каждый жест, то, как он подает, как отдает, он демонстрирует свою силу. И демонстрирует, что уже в этом помещении не Паулюс хозяин со Шмидтом, а он. Потому что это наше здание, это наш город. Не зря же он говорит, что вы-то город не взяли и свою задачу вы не выполнили. Это уже упрек, как военный военному, понимаете? То есть в том смысле, что ага, ага. Уроженец Сталинграда, бывший инженер-механик Андрей Медведев, в этой роли генерал-майора неспроста. Он лично видел Родимцева, Чуйкова, Шумилова, Зайцева и Павлова. Эти воспоминания детства сейчас, говорит, очень помогают, как и предметы. Недавно в музее появилась та самая мебель, которая была здесь, в подвале универмага, 75 лет назад. Эту мебель чудом сохранила семья, которая здесь проживала, семья Пьянова. Вот этот квадратный стол. Далее, это вот такой вот небольшой детский стол. На верхних этажах универмага находился отдел детского мира. Универмаг в Сталинграде построили еще в 1938-м. Во время войны частично разрушили. Там располагался штаб гитлеровской армии. После войны здания восстановили. Здесь снова возобновилась торговля. В 2003-м в историческом месте открыли музей «Память». Помимо экспозиции здесь работают и реконструкторы. Они авторы и исполнители нескольких постановок. Это фронтовая сатира на Гитлера. А это немецкий военный госпиталь. Среди актеров и выходцы из Германии некоторые даже по-русски не говорят. Немедленно отдать приказ войскам северной группы армии и ее командующему прекратить огонь и принять капитуляцию. После случившегося здесь, в подвале универмага в Сталинграде, впервые за полгода наступила тишина. Именно она была первой наградой солдатам победившего города. Евгения Петрухина, Александр Беляев, Вести, Волгоград. Продолжение следует...